Сегодня в нашей стране отмечается день благодарности. В честь праздника, который воплощает тепло и заботу, в семье прошел ряд мероприятий. В семье начнется строительство многопрофильного центра для детей. На дорогах города увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. Это приводит к пробкам. Сегодня в стране отмечают день благодарности. Праздник, отмечаемый с 1996 года, символизирует спокойствие и солидарность в стране, дружбу и благожелательное отношение казахстанцев друг к другу. Глава государства Касымжом Артукаев поздравил казахстанцев с Днем Благодарности. Дорогие соотечественники, поздравляю вас с Днем Благодарности. Это важный праздник, который содействует укреплению сплоченности нашего народа. Выражая друг другу признательность и почтение, мы продвигаем такие основополагающие ценности, как дружба, согласие и солидарность. Все это способствует консолидации нашей нации. Милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь – эти качества, испокон веков присущие нашему народу, особенно ярко проявляются во времена испытаний. Сегодня мы твердо следуем по пути построения справедливого Казахстана, шаг за шагом реализуя масштабные преобразования. В этот судьбоносный период нам крайне важно беречь общенациональное единство, ставя интересы страны превыше всего. Убежден, что мы как прогрессивная нация достигнем всех намеченных нами высоких целей. Выражаю искреннюю благодарность всем гражданам, которые своим неустанным трудом вносят вклад в поступательное развитие Казахстана. Желаю вам счастья и благополучия. День Благодарности символизирует признание заслуг и поддержки старшего поколения – родных, друзей, коллег и всех, кто делает нашу жизнь лучше. В этот день в области Абай начался ряд благотворительных акций, одна из которых прошла в семье. Подробности в сюжете. В акции под названием «Монтахдарберъель» приняли участие представители молодого поколения из городов и районов области Абай. В ходе мероприятия руководитель управления внутренней политики области Айдар Садырбаев поблагодарил всех участников за вклад в развитие нашего региона. Каждый из вас в своих районах, населенных пунктах своим ежедневным трудом и образом жизни доказывает национальное единство, мирное сосуществование. Пусть ваши усилия будут умножены. Я полностью верю, что есть так много молодых людей, которые последуют вашим словам. Я верю, что молодежь всей нашей области последует за вами и вашим примером. Отметим, что в рамках акции «Монтахдарберъель» сотрудники различных сфер, начиная от скорой медицинской помощи до коммунальных служб, получили заслуженные благодарности от молодежи и представителей этносов нашего региона. Также участники мероприятия провели круглый стол, на котором обсудили важные вопросы. Молодежь выступила с креативными докладами и яркими выступлениями. Первое марта – День благодарности. Не только День благодарности казахскому народу, а других этносов. Я думаю, что каждый из нас должен начать с того, чтобы выразить благодарность нашим родителям, детям, учителям, воспитавшим нас. По словам Надежды Шаровой, подобные мероприятия призваны укрепить казахстанский патриотизм и единство народа через ценности милосердия, дружбы и уважения. Это не только День празднования, но и возможность выразить признательность друг другу за помощь и поддержку во всех жизненных ситуациях. Этот день насыщен для Когам Декилисен, для этнокультурных объединений, для всех граждан нашей страны. В этот день хочу поблагодарить всех казахстанцев за стремление жить в мире и согласие, за желание сделать нашу страну более успешной и процветающей. Я желаю всем мира, здоровья, благополучия. А нашей Родине – мира, стабильности и процветания. День благодарности – это яркий пример казахстанского патриотизма, единства и дружбы. Это огромное спасибо, сотканное из миллионов благодарных сердец представителей более ста этносов нашей страны. Ботогусь Дандыбаев, Василий Айдар, Анатолий Тернов, телеканал «Семей». В честь Дня благодарности в нашем городе прошел областной конкурс искусств «От поколения к поколению». Организаторами мероприятия выступили Управление культуры, развитие языков и архивного дела области Абай и Областной центр культуры и народного творчества. Цель областного конкурса искусств «От поколения к поколению», который проводится в честь Дня благодарности и праздника 22 марта – пропаганда преемственности поколений, популяризация культурного наследия подрастающему поколению и разъяснение смысла наших традиций. Сегодня у нас проходит большой областной конкурс «От поколения к поколению». Он стартовал с самого начала марта, первого дня весны и Дня благодарности. В конкурсе принимают участие бабушки, дедушки и их внуки. Наша цель – это, конечно, воспитание молодежи. Так что это не просто конкурс, а большой поучительный воспитательный мир. В конкурсе приняли участие команды из городов Семей, Курчатов, а также Абайского, Айаготского, Ахсуатского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Кукпектинского и Уржавского районов. Конкурс состоял из трех этапов. Это Бала Батыр, Апамнан Ах Оршагы и Ахбата Асалмура. Команды из регионов представили свои выступления перед собравшимися и жюри. Пожилые граждане принимали активное участие в конкурсе. Бабушки соревновались в придении пряжи, а дедушки должны были дать самое лучшее благословение. На сегодняшнее мероприятие пришли бабушки, дедушки и их внучки. Я сама занимаюсь придением. Нынешняя молодежь этим не увлекается, поэтому мы возрождаем забытое дело наших бабушек. Мы приехали из Бескарагайского района. Я желаю здоровья всем собравшимся. Пусть на ваших столах всегда будет изобилие. Пусть все дороги будут для вас открыты, а ваши дети продолжают вас радовать. По итогам мероприятия победителям и участникам будут вручены благодарственные письма и специальные призы. Конкурс, посвященный Дню Благодарности, способствовал пропаганде национальных ценностей. В Семее начнется строительство многопрофильного центра для детей. Сегодня состоялась церемония закладки капсулы объекта. Проект разработан в рамках комплексного плана социально-экономического развития области Абай на 2023-2027 годы. Строительством объекта занимается товарищество с ограниченной ответственностью КАСПАСО. Центр будет разделен на нейроработотехническую, астрономическую, научно-техническую, художественно-эстетическую и спортивно-оздоровительную зоны. Кроме того, в комплексе есть залы для фитнеса и восточных единоборств. Строительство центра начнется в этом месяце. По плану, объект будет введен в эксплуатацию во второй половине 2025 года. На строительство современного центра из бюджета будет выделено более 7 миллиардов тенге. В настоящее время подготовлены соответствующие документы, которые будут составлены с марта текущего года. Здесь будут кабинеты робототехники, спортивные организации. Разделенный на функциональные залы объект будет состоять из трех корпусов. С приходом весны необходимо готовиться к посевной работе, применять новые технологии, в том числе получать новую сельскохозяйственную технику, использовать водосберегающие технологии. В этой связи в Бескарагайском районе прошел семинар, куда были приглашены семенные учреждения, финансовые институты, предприятия по продаже сельхозтехники, которые предложили вниманию сельчан свою продукцию. Кроме этого, в семинаре приняли участие акимы сельских округов, руководители учреждений, крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели района. Как известно, Бескарагай является сельскохозяйственным районом. В связи с тем, что основным драйвером экономики района является отрасль сельского хозяйства, стала обычной традицией ежегодно проводить семинар на тему подготовительной работы к весенней посевной кампании, кредиты по льготный процент и способы получения сельскохозяйственной техники в лизинг. В этом году семинар проходит с большим охватом. Для участия в нем пришли все предприятия-учреждения. Мы проводим масштабные мероприятия. Если в прошлом году мы проводили встречу с сельхозтоваропроизводителями, то в этом году здесь присутствуют и участники проекта Ауэлла Манате. Объясняют все, вплоть до порядка упрощенного получения дизельного топлива. Кроме этого, принимают участие и представители областных управлений сельского хозяйства. В настоящее время одной из важных мер является модернизация сельскохозяйственного машины тракторного парка. В этом направлении в целях поддержки крестьянских хозяйств государством предусмотрены различные льготы, а именно приобретение техники в лизинг, инвестсубсидия, субсидирование процентной надбавки. Все это было озвучено на данном семинаре и доведено до сведения жителей. В частности, у нас был запущен и успешно реализован проект по выпуску зерновозов Данфенг. Довольно-таки неплохая техника, зарекомендовала себя тем, что она хорошая у нее проходимость, выносливость, грузоподъемность. И когда требования свои озвучивают крестьяне, допустим, фермеры на нашем заводе, какие-то каркотики, карьеры, вот это все предусмотрено в этих тракторах. По области Абай крестьянские хозяйства без Карагайского района занимают лидирующие позиции в обновлении сельскохозяйственной техники. Только в прошлом году общая стоимость закупки 43-х крестьянских хозяйств составила более 450 миллионов 580 тысяч тенге. Приобретено 43 единицы новой сельхозтехники. Два-три года, как я приобрел сельхозтехнику в лизинг. Хорошая техника, работает. Сегодня в Бескарагайском районе впервые проходит такое масштабное мероприятие. Большое спасибо. Много молодых людей выбирают себе технику. Думаю, что это очень выгодно. Фонд развития промышленности тоже очень хорошая программа. Кроме этого, вниманию сельчан был представлен сельскохозяйственный трактор РС-1304ПРО номинальной мощностью 130 лошадиных сил, который предназначен для выполнения пассивных и почвообработки в агрегате с прицепными и навесными сельхозорудиями. В текущем году план весенних полевых работ по Бескарагайскому району составляет 60 тысяч гектар. И для его реализации рассматриваются все возможности. В последнее время на улицах семьи стали образовываться длинные пробки. Причиной тому дорожно-транспортные происшествия в городе, отмечают специалисты. С начала года оштрафовано около 60 водителей. Коллега дополнит. Выражение алматинской пробки стало известно и нашим водителям. В часы пик мы видим машины, выстроенные вдоль улицы Кабамбай-Батыра на 72-м квартале. Пробки в семье наблюдаются в утренние и вечерние часы. Водители часто спешат на работу, тем самым пренебрегая правилами дорожного движения. В результате с начала года зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествий. Погиб один человек, более 60 были госпитализированы с телесными повреждениями. Это все из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения. Именно поэтому регистрируется большое количество дорожно-транспортных происшествий. Пробки увеличились. Сейчас, как вы заметили, в городе увеличилось и количество транспорта. Водители не соблюдают правила, из-за чего происходят как дорожно-транспортные происшествия, так и пробки. Мелкие дорожно-транспортные происшествия оформляются без участия сотрудников полиции. Тем самым пострадавший имеет возможность досрочно взыскать страховые выпады. Водители при мелких дорожно-транспортных происшествиях могут оформить страховой случай в упрощенном порядке без участия полиции и суда. Для этого государством разработано специальное мобильное приложение «Европротокол». С помощью приложения водители самостоятельно могут зафиксировать факт дорожно-транспортного происшествия и подать заявку на возмещение материального ущерба в страховые компании. Дорога не прощает ошибок, поэтому специалисты советуют соблюдать правила дорожного движения. В Семее в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан об ответственном обращении с животными будет построен приют для домашних животных на 2000 голов. Об этом на пресс-конференции на площадке региональной службы коммуникации рассказал руководитель управления ветеринарией Ержан Барышев. Подробнее в предстоящем сюжете. Управление ветеринарии и подведомственные организации реализуют государственную политику в сфере ветеринарии, в том числе обеспечивание благополучной эпизоотической обстановки на территории области. В управлении ветеринарии имеется 8 районных и одно городское подведомственное коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения, которое имеет 132 ветеринарных пункта. На 2024 год был утвержден план идентификации приплода сельскохозяйственных животных. На сегодняшний день проводятся мероприятия по идентификации молодняка с занесением в базу данных и будут завершены согласно плану. Согласно утвержденному, в 2024 году плану на территории нашей области будут проведены профилактические мероприятия против 13 особо опасных инфекционных заболеваний среди сельскохозяйственных животных, то есть вакцинация. Кроме того, проводятся серологические и диагностические мероприятия по 9 заболеваниям. На сегодняшний день, начиная с февраля, ведется работа по взятию проб крови у сельскохозяйственных животных и доставке в ветеринарную лабораторию для проведения диагностических мероприятий. Ведется работа по доставке ветеринарных препаратов в районные центры, выделенных из республиканского фонда. В соответствии с требованиями закона Республики Казахстан об ответственном обращении с животными по городу-семей ведется разработка проектно-сметной документации для строительства приюта для домашних животных на 2000 голов. Согласно информации отдела строительства города, на сегодняшний день проект разработан на 70% и в марте месяца текущего года планируется его завершение. В районах и городах области ведутся мероприятия по организации создания пункта временного содержания для бродячих животных. На сегодняшний день ведется работа по строительству государственного приюта в городе-семей. Отделом городского строительства ведется работа по подготовке проектно-сметной документации. По поступившей к нам информации, в марте эти работы будут завершены. В дальнейшем будут рассмотрены вопросы строительства, выделения средств. Кроме того, в других районах и городах на сегодняшний день ведутся различные работы. Это будет местом временного содержания. В этом направлении ведется работа с районными городскими акиматами. С начала текущего года по области отловлено 1775 голов бродячих собак и кошек. Из них по городу-семи отловлено 640. Часть из них были переданы в частный приют для домашних животных, 4 лапы плюс и новым владельцам. По официальным данным департамента полиции по области Абай в 2023 году за нарушение требований закона к административной ответственности привлечено 174. В 2024 году 48 владельцев животных. Немало молодых людей, которые выделяются своими способностями и добиваются успеха. Одна из них Аим Серегбаева. Для своих сверстников она создала комикс на казахском языке. О творчестве Аим расскажет наш корреспондент. Аим Серегбаева ученица 11 класса многопрофильной гимназии номер 5 имени Шакарима. Аим 17 лет. С детства она увлекается рисованием. Молодая художница создала комикс в казахском стиле Аян Мин Айша. В нем описываются интересные события, которые происходили с учащимися. Тексты короткие и читаются легко. Половину этого комикса я нарисовала на телефоне, а вторую половину на планшете. Программа, в которой я рисовала, называется Ibis Point X. Я выбрала эту программу, потому что она очень удобна. У меня есть и другие хобби – читать книги, играть в различные видеоигры. В видеоиграх есть разные персонажи, и я вдохновляюсь их образами. Со своими работами Аим принимала участие в городских, областных и республиканских стартап-проектах. В каждом конкурсе занимала призовые места. Руководитель, которая готовила ученицу к конкурсам, отметила, что молодая художница очень талантлива. Это необычная талантливая девушка. Она показывает себя с лучшей стороны. Например, в процессе рисования другие ученики ищут идеи в интернете. А Аим в этом не нуждается. В чем заключается ее одаренность? Она не знает, что такое рисунок карандашом. Она берет черную гелевую ручку и рисует ею. Комикс интересен тем, что в нем освещаются истории из повседневной жизни. Сверстники Аим рады почитать издание на казахском языке. В будущем казахский комикс будет развиваться. Его планируют представить широкой аудитории. Нам сразу понравился комикс Аим. Почему-то современная молодежь интересуется комиксами из зарубежных стран, таких как Корея. Мне понравилось, что наш Аим создала комикс на казахском языке и в национальном стиле, куда также добавляются наши традиции и обычаи. С Аим я знаком лично, так как являюсь ее одноклассником. Я ее знаю еще с тех лет, как она начала создавать свои первые рисунки. Они у нее отличные. Комикс мне понравился сразу, как только я начал его читать. Комикс Аим ничем не хуже зарубежных комиксов, а где-то даже лучше. Желаю ей успехов. При рисовании Аим не использует карандаши. Ее главный инструмент – ручка. Позже она переносит рисунки на экран. Своим персонажам она дает имена друзей, добавляя различные особенности, чтобы раскрыть образ персонажа. Я очень много думала над персонажами, больше всего работала над Айшой. А вот над образом Аяна задумывалась не особо сильно, потому что он сразу пришел мне в голову. Сначала я хотела нарисовать Айшу с длинными волосами, но потом подумала, что это слишком стереотипно. Поэтому я сделала ее с короткими волосами. Я старалась держать баланс между персонажами, работала над их внешним видом и характерами. У Айши есть много деталей. Это серьги, галстуки, волосы и глаза. А вот у Аяна нет много деталей. В будущем Айум хочет работать на телеканале, вести детские программы. Она мечтает внести свой вклад в духовное развитие молодежи, расширение кругозора через созданные ею мультфильмы. Также в ее планах выпустить анимированный комикс Аян Мин Айшан на экраны телевизоров. Так подросток делает первые шаги на пути к своей мечте. Ну а это были все новости к этому часу. В честь праздника мы хотим поблагодарить также всех наших телезрителей. Еще больше новостей вы можете посмотреть во всех социальных сетях нашего телеканала. А с вами была Малика Мухтарова. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!